МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 и 14 мая состоялся турнир по стрельбе из лука Кубок Западной Армении 2023. Турнир прошел в Ереване и Лос-Анджелесе по инициативе почетного консула Западной Армении, руководителя Федерации стрельбы из лука Армана Григоряна и под высоким патронатом президента Западной Армении Арминака Абрамяна. Президент Федерации стрельбы из лука в Восточной Армении Нази Камирян отметила, Это была совместная работа. Как мы видели, с первого дня и до завершения турнира соревнования прошли на высшем уровне. В день открытия турнира погодные условия были неблагоприятными, но это не помешало участникам и гостям. Соревнования были высоко оценены судьями. Важным окончательным был протокол главного судеб первенства. Турниры из Еревана и прилегающих районов прилили участие юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет. Было зарезервировано 6 призовых мест. Во время закрытия церемонии президент Западной Армении Арминак Абрамян поблагодарил премьер-министра Седу Меликян, членов правительства, спортсменов и тренеров. Мария Якобсен, основанная ею в Ливане приют, назвала птичье гнездо. И, подобно птице-матери, десятилетиями отбывала еду для воспитанников. Повзрослев, большинство воспитанников поддерживали связь с Якобсеном и опекунами. Дневник из 600 страниц, написанный Марии, сыграл важную роль в представлении миру, правда, а года геноцида против армян. В своих мемуарах Мария пишет, «Дети-мусульмане, имитируя поведение взрослых, выражали свое отношение к христианам, в частности, к армянам, что часто проявлялось в издевательской форме по отношению к жертвам». Миссионерка, развенувшая трудовую деятельность в Харберте, описывая идущих мерзе турок и курдов, пишет, «Я никогда не видела таких свирепых и диких людей. Даже маленькие дети, как взрослые, кричали нам вслед. Христианская собака». Автор рассказывает, турецкие парни и молодежь, развлекаясь, наблюдали за страданиями армян. «Я никогда не видела такого ужаса. Я видела двух жандарм, которые тащили по асфальту стариков. Десять-двенадцать турецких парней радовались и наслаждались этой печальной сценой. Во время депортации Себастьян, турецкие дети Малатии, издеваясь, кричали, «Всех вас зарежем и уничтожим». Уроженцы Западной Армении Аркадий Тер-Татавусян. Один из сыновей Западной Армении генерал-майор, герой Арцарской освободительной войны, бывший заместитель министра обороны Армении Аркадий Тер-Татавусян. Самой яркой победой в освободительной войне – освобождение Шуши, оказавшее значительное психологическое и стратегическое влияние на дальнейший ход борьбы. Аркадий Тер-Татавусян родился 22 мая 1939 года в Тбилиси. Окончил военное училище Баку, затем Ленинградскую военную академию транспорта и тыла. Служил в Афганистане, Германии, Чехословакии, Белоруссии с 1987 года в Армении. С 1988 года присоединился к борьбе за освобождение Арцаха, принимал активное участие в военной подготовке добровольцев. В 1990 году стал членом добровольческого отряда Давид Сосунцы. В 1991 году был назначен начальником отдела вневойсковой подготовки Комитета оборонной Республики Армения. 30 октября 1991 года новосознанные силы самообороны Арцаха под командованием Тер-Татавусяна благодаря блестящей операции освободили от врага село Тоха Гадрудского района. В мае 1992 года подготовил и блестяще осуществил освобождение города Шуши операция «Свадьба в горах», которая считалась одной из самых недосягаемых высот контролируемых. Азербайджанскими восками, с которых на протяжении нескольких месяцев бомбился Степанакерт. Многие демократические страны мира объединяются, чтобы противостоять вторжению Москвы в Украину. Но они не должны забывать, что такая же несправедливость разворачивается и в Арцахе. Об этом пишет правозащитная организация Freedom House, призывая действовать и повлиять на международные структуры, такие как Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет безопасности ООН, чтобы помочь применить решение Международного суда для разброкировки Арцаха. В то же время демократические страны должны оказывать гуманитарную помощь населению пострадавшему от конфликта, чтобы облегчить их страдания. Напоминаю, что даже в тот момент, когда президент Азербайджана и премьер-министр Армении ведут переговоры о нормализации отношений в Брюсселе, азербайджанские силы продолжают держать Арцах в блокаде. В интересах всех народов защищать основные принципы международного права, отвергать военную агрессию и предотвращать зверство против мирного населения, отмечается в статье. Правозащитная организация также отмечает, демократические страны уже выразили свою обеспокоенность по поводу нарушения прав человека вследствие действий Баку. Международный суд поручил Азербайджану принять все необходимые меры, обеспечить беспрепятственное передвижение людей, автомобилей и грузоперевозки по Берзовскому коридору в других направлениях. Однако правительство Азербайджана, известное своим пренебрежением различным международным механизмам, в очередной раз делает это. Руководство Западной Армении вновь призывает соблюдать правила, установленные международными нормами, и воздержаться от провокационных действий. Тем не менее, враг продолжает провоцировать выстрелы и военные действия в направлении Сотка. Одним из примеров оккупационной политики турецкого правительства в Западной Армении является уничтожение природы в долине Пери, которая напрямую угрожает здоровью населения. Разрабатывается специальная политика в направлении долины Пери, Пюрокана, Дерсима и Харберта. В общей сложности в долине построено 9 водохранилищ и ГЭС. За строительством водохранилищ и ГЭС следует опасность, исходящая от горнорудной деятельности. Абсолютно не учтены исторические археологические памятники, святыни, растительная и экосистемная структура региона. Преднамеренно совершается культурный и экологический геноцид. Важные для лавитов святынь Дерсима оказались под водой. Природные территории, сформовавшиеся в течение миллионов лет, в том числе водоплавающие птицы, обитающие в долине Пери, были уничтожены. Тысячи рыб погибли, некоторые виды, находящиеся под угрозой исчезновения, находятся под угрозой уничтожения. Десятки горных козлов, считающихся священными для местных жителей, утонули в водоемах. Граждане и общественные деятели, обеспокоенные охраной природы и здоровьем людей, неоднократно поднимали тревогу, однако безрезультатно. Путь к созданию книги начинается с письма. В древнеармянской мифологии богом образования, мудрости и обучения был тир. Наши дальние предки писали изображениями. Не случайно во многих языках понятия письмо и рисунок почти всегда совпадали. Писать означало и писать, и рисовать. В IV-III тысячелетии до принятия христианства в Армении уже применялись простейшие виды письма, знаки, пиктограмма и идеограмма. Официальным языком письменности Араратского царства был урарский, письменность, клинопись. Нам известны около 600 урарских текстов. В 405 году Месроп Маштод при действенном содействии царя Авраам Шапуха и католикоса Саака Партева создал армянский алфавит из 36 букв. Непосредственно последовало создание сети школ, далее гигантская переводческая и культурная работа. Начиная с V века во многих монастырях Армении копировались книги, распространяясь по всей стране. В V-VIII веках армянские рукописные книги были написаны сначала на пергаменте, затем на бумаге. В средневековой Армении существовали персональные, церковные и монастырские библиотеки и рукописных книг. В нынешнем армянском Атандаране хранятся более 20 тысяч армянских рукописей, дошедших до нас. Первым армянским печатником и инициатором армянского книгопечатания был Акоп Мегапарт, основавший свою типографию в Венеции. Многочисленные рукописи хранятся в Матандаране и Ереване, основные из которых привезены из регионов Западной Армении. Культурная конфронтация еще раз доказывает, что армяне являются коренным в данном регионе. И в завершении новостей послушаем армянскую народную песню. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok